Девочки Девочки отправились на самую крупную площадь мира – Тянь-Аль-Мэнь. Ее называют «сердцем Китая» или «сердцем Пекина». Слово «Тянь-Аль-Мэнь» переводится с китайского, как «ворота небесного спокойствия». Каждое утро на главной площади Китая проводится торжественная церемония поднятия флага страны. С поднятия флага начинается день в Китайской Народной Республике. Площадь Тянь-Аль-Мэнь знаменита не только своими масштабами, но и событиями, произошедшими здесь в 1989 году. Почти 28 лет назад на этой площади власти Китая расстреляли студентов и жители Пекина, которые требовали демократии, неотложных политических реформ и искоренения коррупции. Численность жертв до сих пор неизвестна и колеблется по разным оценкам от нескольких сот до нескольких тысяч. А теперь отвлечемся от грустных событий и полюбуемся местным колоритом туристов, которые с такой радостью делают фотографии в сердце Пекина. Сразу за монументом находится мавзолей с телом Ау Цзэдуна. Вход внутрь бесплатный. При входе в мавзолей сотрудники проводят тщательный досмотр посетителей, как в аэропорту. С первой попытки нам не удалось попасть в мавзолей. Как оказалось, внутрь нельзя проносить сумки, рюкзаки, фотокамеры. Охрана нам указала путь на камеру хранения, которая находится через дорогу. Любому туристу будет легко сориентироваться по табличке. На площади Цианинмень мы приметили красивое китайское здание с выходом на обзорную площадку. Как оказалось, это были главные солнечные ворота. Внутри здания располагаются исторический музей Пекина и выставка китайских иероглевов. Ни одно видео о Пекине не обходится без упоминаний запретного города, и мы не обойдем его стороной. Так как мы попали туда в не сезон, билет нам обошелся всего лишь в 40 юаней, тогда когда в сезон стоимость составляет 60 юаней. При покупке нас попросили предоставить паспорт. Имейте в виду этот нюанс, когда отправитесь на главную достопримечательность Пекина. Возможно, из-за холодной погоды нам повезло, и посетителей было немного, поэтому не было очередей, о которых столько пишут во всех обзорах. Сам комплекс впечатлил нас масштабами. Огромное количество одноэтажных зданий разного назначения, водоемов, мостов. Но за пару часов устаешь от однообразия и количества мешающихся под ногами китайцев. Погуляли по городу запретному. Силы закончились, хотим погреться, очень холодно. Решили зайти в какое-то местное кафе, в первое попавшееся увидели. Не знаю, даже в TripAdvisor, какое оно, да. Поэтому, видимо, можно есть, это не взяты, не довольны. Мы решили, что мы то, что сказали, суп. Кстати, вот, китайская ассоциация наша, настоятель, придала сказать нам два, чтобы вы понимали. Да, давай, Наташа, попробуй хотя бы там чуть-чуть с кашкой, вкусно-невкусно. Я еще не пробую. Конечно, по запаху, это, короче, соевая вода. Миссисуп типа, да, какого-нибудь, нет? Ну, типа, да, у меня пальцы, ну, не работают от пола, но порой, наверное, я не могу палочкой. Да возьми ложку, нам же ложку дали, Наташа. Блин, капец, я реально, у меня пальцы не работают просто. Ну, вакуум неплохо. Сейчас вы еще шерень, да, значит, пошли. Как мне, ну, это... Сейчас не справимся с трудной задачей. Есть еще такие, знаешь, сзади меня. Какой-нибудь пальцы не работают. Нельзя так ножить, так плохо. Здорово. Ладно, у меня на зрелке приклад, сейчас вы поймете, значит, как разделять лобницу. Мне самой интересной, давай, Наташа, мастер-класс. Смотри, мастер-класс. Какой-то у тебя он долгий. Да. А ты думаешь, что ты лет мой, а я бы тебя не смотрел, что я на морожене с пальцами. Который ты не чувствуешь принципа, который ты очень хорошо делала. Так же, вот. Убежим, еще так плохо. Ненормально, нормально. Убежим, почти. Убежим, почти. Убежим, почти. Сейчас, ну, подожди, давай, трекционер, перелить воду еще. Это будет труднее. Нет, я лучше ладочкой. Ну, вот туда. Все руками мне не хватило, я боюсь, всю улицу нахуй не хватит. Любовь, брат. Даже давай уже скорее пробуй одну ложку, скажи на вкус. Давай, давай, давай. А тут, смотри, еще какой-то соус есть, можно его потом добавить. Я знаю, что он для удона, да. Ну, все, сейчас я буду тоже пробовать. Очень красиво, что он очень пятнадцать летит. И они на двоих? Да. Юаней. Юаней на двоих. Ага. Да, приятного аппетита. Друзья мои, нет, мы не попали в какую-нибудь зону. Это был всего лишь китайский традиционный массаж. Мы собираемся пойти на шоу акробатов. Но это долгая история, как мы искали этот театр, и так его не нашли. Поэтому мы вот оказались в таком местечке. Оно достаточно красивое. Наташа практически убита после китайского массажа. Или слишком сильно расслаблен. Слишком сильно расслаблен. Да. Хорошо сделать, мне понравилось. Да, мы решили сэкономить и сходили на массаж. И сколько? Да, 158 юаней. Да, по-моему, да. 158 юаней. Мы, на самом деле, сейчас пока не совсем понимаем, где мы находимся. Но, по-моему, это, ну, недалеко от центра Тихим. Вот. В дорогом элитном районе. В дорогом элитном районе. Здесь достаточно красивый. И сам центр тоже очень красивый. Внутри... Ну, правда, мы тут все раскидали. Как-то выглядит так. О, а еще нам принесли мандарины. Мандарины и необычную какую-то водичку. Во взглянем всех, кто здрав. Я ее пробовать не буду. Но, может быть, ее попробует Наташа. Я уже попробую. Ты попозже? Да, мы там сейчас. Понятно. В общем, нам понравилось. И если вы тоже куда-то не попадете, то посоветуем пойти на массаж.